Вы слушаете канал жааш.клаб, глава 31. По пути в резиденцию Гримов, кто-то решил поговорить, насмешливо воскликнул Менна. Не снижая скорости, он повернулся к племяннику и грубо стащил кляп с его рта. Иоганн поморщился, особой заботливостью дядя не отличался, и тряпка, которой ему заткнули рот, благоухала бензином, болтаясь на шее. Оставалось надеяться, что с Эбигейль похитители обошлись нежнее, все-таки девушка, воздушное создание. Связанное, она сидела тут же, на заднем сиденье джипа, в котором Иоганн узнал машину Фреи. Мужчина мысленно усмехнулся. Фрея не оставит это просто так, Менна уже подписал себе приговор, куда мы едем. Иоганну пришло в голову, что эта информация поможет при побеге меньше, чем насторожит Менна сейчас. Однако вопрос уже был задан, и подозрения дядюшки уже были возбуждены. Впрочем, вряд ли он был бы менее внимательным, если бы Иоганн не обнаружил свое желание бежать так скоро. Скорее всего, это будет невозможно, тем более с дочерью. В конце концов, Менна приведет его к Лиле. А этого Иоганн и добивался, хоть и при других условиях. Дядюшка ответил, мы на пути в летнюю резиденцию гримов. Очаровательное местечко, построено в середине 19 века, незадолго до твоего рождения. Ремонт проводил лично твой папаша, лет 60 назад, когда хотел женить тебя на той девчонке из Хауков. Да, Ганси, по мне не скажешь, но я в курсе новостей нашей семейки. И поддерживаю тебя в выборе невесты. Та девчонка была похожа на обезьяну, к тому же плоская, не то, что твоя Эмили, ммм. Иоганн рванулся было вперед, но темнокожая девушка на переднем сидении обернулась, и в руках у нее сам собой материализовался короткий клинок. Тише, Ганси. Неужели жизнь не научила тебя поведению в ситуациях, в которых от тебя мало что зависит? Засмеялся дядя. Сиди смирно. Зачем тебе везти меня туда? Отец хотел сбить меня со следа Лилии, когда готовил ловушку с Александрой. С чего ему менять свое решение? Менно усмехнулся. Он был идеальным источником информации, ему ни за чем было способствовать достижению Ксавье его конечной цели. Наоборот, он ставил палки в колеса брату каждый раз, когда это не требовало от него усилий. Пока что задача дядюшки, доставка Иоганна к отцу, не мешала любым разговорам, а значит, информацию из него можно доставать бесконечно, видишь ли, племянник, существует древняя магия, что-то вроде особого заклятия, которое защищает несовершеннолетних от обращения. Согласись, иметь персональную детскую армию вампиров, идея соблазнительная. Однако мудрые предки что-то намудрили таким образом, чтобы сделать подобный вариант трудноосуществимым. Для обращения ребенка, даже полукровки, требуется согласие родителя или опекуна, словом, взрослого человека, который несет за него ответственность, заботится и вообще связан с ним крепкими духовными или кровными узами. Поэтому ты нужен отцу. Он думает, что я соглашусь. После всего того, что он сделал. Он хочет поговорить. Считает, что в присутствии доченьки промоет тебе мозги эффективнее, будто бы Лили поверит ему. Она же видела, что отец сделал с Эмили, она видела, что, но никто поправил менно, думаю, Ксавье сумеет этим воспользоваться и сделать твою дочку лояльнее к себе. Что, если сказать, что во всем виновата ныне убитая твоей девка и Александра, а сам он пытался защитить Эмили, но не сумел. А ты так быстро убежал, что он даже не успел ничего объяснить. Это имеет некоторый смысл, мелькнула в голове у Иоганна. К Александре Лили относится негативно, ведь это она ее похитила. Однако дед сделал ей подарок, хоть и жутковатый, ласково общался. Возможно, обещал игрушки, вечную жизнь и прочие прелести. Лили – очень умная девочка, однако ловкость, с которой Ксавье умел манипулировать фактами и затуманивать человеческий разум, порой одурманивала куда более взрослых людей. Даже сам Иоганн уже начал думать о предложении отца не так категорично. И это его пугало. Если он дрогнет, хоть на миг заколеблется, усомниться в своих убеждениях, можно сразу же сдаваться. Однако он все же придерживался своих позиций. Все, что могло быть опасно для Лили, недопустимо. Пускай Лили сама решает, кем ей быть – вампиром или человеком. Однако уже в более зрелом возрасте, после совершеннолетия. Размышления прервал стон проснувшийся Эбигейль. Обнаружив себя связанной – Анапа. Продолжение истории читайте на сайте жаж.клаб.